добрый день добрый день у вас что там за прибор почему не видно то это вам не не видно вас не видно мне я себя вижу вас не вижу я включена вообще включила слава господу слава господу вы меня может быть и не запомнили хотя я думаю вас очень феноменальной памяти вы должны помнить такого трусости корысть подписанного у нас все записывается выставляется в интернете вы не против я за слава господу а сколько у меня есть времени я сразу просто спрашиваю это и всегда интересуюсь не для того что такое красноречивая наоборот как бы красноязычный не пытаться донести одну мысль вот я немножко потерпите ну я вкратце что за этот период что прошел вот буквально это был 16 ноября во второго до этого за неделю жена у меня с вами выходила наталья такая вы молились за нас я знаю и за меня и сейчас я тоже во первых не то что это какие-то льстивые дефирамбы ли что я хочу поблагодарить как пред господом что вы молились и был момент у вас экран трясется все время почему это наверное на столе у меня ноутбук и на столе вот так я сделаю вот так да да чтобы как-то поменьше тряслось а тогда говорите стол у меня неровный если вкратце в начале если вы мне позвольте вот просто опять же свои красноязычности они из-за того что я такой проповедник хотя мне ну будем говорить всю жизнь вот так вот господь усмотрел от времени обращения вот такое слово применю и до сегодня что он всегда приходится ну говорить о боге за бога и потому что вот это ну я считаю если верующий человек живой христианин он не сможет молчать и вот я опять старюсь это почему я так вот смело сейчас ты все ну помните вы меня даже укоряли Андрей ты крабрый я-то знаете постоянно вспоминаю вот эту нашу беседу и мы вас очень любим женой и я сейчас к чему это не к тому что допустим знаете чисто вас там как-то прославить или дефирамбы я вот знаю что это вот даже вот какая-то вот я пусть за столом так и мы не взираешь не здесь у тебя дома кстати у меня и это даже как рода трибуны и вы знаете вот эти даже последнего как так вам набирал вот несколько последних дней и раз вроде не получается потом думаю ну по времени это пока четыре часа разница тащил беларусь и так думаю не наверно служение потом так раз прикидывал и еще никак не получалось и знаете вот были вот у меня два основных вопроса почему это вкратце что вот такой непродолжительный период времени последний год мы его будем говорить почему потому что когда-то показал баптистов потом было христианское писяническое и будем говорить несколько лет последних вообще никуда как говорится когда меня спрашивают где записан где находишься я и нигде говорю и везде потому что тут несколько вот общин которые находятся вокруг будем говорить участвовал как бы в регистрации я не жалею хотя я понимаю что сейчас это ну будем говорить не в церкви и в церкви и сектор перетеки это отдельные темы я там уже не буду время отнимать это уже и так все ясно и только немного коснусь потому что на данный момент вот я еще кстати вот не принял у меня сейчас будет исповедание в субботу и сейчас и воскресенье уже к этому вот идем мы с женой потому что там определенные вещи были связаны с епидемией и так далее ну то есть будем говорить я это ожидаю и благоговею потому что я осознав осознанно понимая пришел что не просто где-то что-то нахватал или где-то ну чтобы у поняли было время что мне достаточно ну 15-20 час ну будет непродолжительный период времени когда будем говорить я объяснял и общепринятым как у нас здесь ну общепринятых нас считать православное и расповедание так далее хотя это будем говорить номинально только и вот за непродолжим период времени я убеждал и не только как я убедитель я такой опять повторюсь они не сильны такой проповедник и верующим не очень трудно даже общаться у меня вот такой вот всегда для неверующих донести евангелие и вот это даже построение что я убежден я очень верил что православие это было будем быть вообще принято в нашем понятии и я за несколько времени ну будем доходил до уничижения даже ну хотя в этом пока и сейчас вот я могу это сказать принародно если так вот такое слово многое я дознаю что многие смотрят вот сейчас вот последний наш рог опять от слова он друзья вот даже ну будем советуем не всем конечно потому что сколько ты не общался и некоторые вот посмотрев вас но не могут понять игру нужно помолиться потому что без дух это невозможно понять потому что ну так вот тоже сейчас море лгиру господь это свободно проповедовали недавно буквально вот и тоже вспомнилась за священника и это что когда через дорогу переходят и буквально будем взять промежуток времени ну все равно не сможешь ты молчать не сможешь как ты вот наши которые окружения много имеем друзей и знакомых и вот уже кто-то узнал что вот видите ли я уже бородой уже вашу батюшку и там но я же мне объясняю что я еще даже и не созрел полноценному так как православие чтобы тоже то есть принять участие ну ну многие то и не поймут это не обязательно знать потому что опять же без откровения от бога что естественно что все таки вот как бы не совсем мягко поражаясь то невозможно понять и узнать вот за батюшку тоже привезли ну будем как получилось то болящий сестра ну с ногами на его при нужной она тоже даже вот я не ожидал она мы будем говорить очень такая своеобразная сестра в том плане что опять же пока бог и не откроет она никого не слушал его мне нравится именно так вот общаться с людьми которые не на мнение чужих или не опирают на веру чужих кого-то как бы а на свои личные отношения с богом и так вот в этом тоже крайне если особенно он так скажем ну не буду ну буду говорить протестанты пока почему потому что протестуют очень многие протестуют вроде выяснили я вот это что протестантизм и в чем я пребывал я не хочу сейчас опять же ничего себе так вот хочу высказать потому что ну чтобы и вас не перебивать и самому ну слава богу и к тому что тоже вот значит ну я всегда стараюсь послужить хоть машины ну чем чем могу тем хочу послужить знаете если человек служит богу и я даже из-за того что ну одним словом так вот когда батюшку значит он ну и из победа вот если все как и не то что вот видите ли я привез или что еще как то знаете а я поучаствовал немножко как бы в этом но опять же со стороны вот звони а вот и там уже там с бородой или такой уже батюшка меня называют ну как бы тоже есть некоторые которые вообще не объяснили же там что есть определенные вещи когда если честно так далее это темный лес для многих и вы знаете ну будем когда говори как хочешь или когда но я не имею права даже более того что я еще не в церкви не в стиле как таковом потому что это есть сама суть чтобы принять в духе чтобы принять вот это понимание как бы будем по плоти открыть голову вложить туда закрытые все хорошо и вот мы стеки показать это не так это кажется по вере по духу это приходит от духа святого и вы знаете я сейчас к чему это так говорю что будем говорить ну почему я сейчас вот как бы это выразиться более но благодарю вас еще еще раз не просто как вот вот какого-то человека там кто-то чё-то сказал а именно и расслышанное слово божье вот наши семья ну и потому что мы же на ну и тоже как будто написано одноплодие все но как тот нас бог так ведет вместе я помню первый покаялся я нам уже и радовала наверно чтобы это было помнено ну и и сидеть я как-то молился просто ну как я буду если я буду ну вот такой раздельки и что-то коснется я так по своему складу калеричного ну я грунистит на как попросту мы сейчас я как-то таки богу рассказал ну не смогу прошло небольшой период времени она мне звонит она раз уже крещение на это просто отказа наши движения хотя были вне церкви все но я вот эту и параллель сейчас провожу и вот это наверное пусть это как корысть вот я даже где-то общаюсь я груда я буду иметь с этого только награду на небе и самое главное чтобы донести евангелие были моменты помолишься господь раз так вот приведет ну я к чему-то такие переживания граница хочу вот все что было это нет нет конечно если я показал эти люди которые искренне искренне не выпияли молились за меня я их благодарю до сих пор ценю вот этот понимаете отношение сердечных к себе здесь тоже вот мне были вот пару лет назад опухоль нашли допустим у меня буквально ну не буду все раскат время терять это очень что хотели свидетельство это же молитва молились ну так скажу из протестантов из сектантов из иудеев так скажем православные ну я говорю про верующих у меня понимаете не то что там я никуда не вызванил не искал вот есть такая тоже крайность везде бы заказать а как тут подыстория него господу получил и вот это чудо что бог совершил вот ну сейчас нет понимаете ну я не буду опять это свидетельство что потом и карточку было теряли и все это может там много могу чего рассказывать но сам факт было и не было то есть я знаю что бог меня любит что он жил еще с тех времен как вот я себя сейчас вспоминаю бабушка у меня по православным печатным буквам писала закончу только проходскую я вас она не смеялся даже вплоть до издевательства вот это я ну в одном там ересь на листочку на исповедание то есть таким что я покаялся я сейчас опять же в этих своих неправильных отношениях нужно покаять потому что это не уходно богу это огорчает бога нашего и вот эту параллель что я сейчас хочу привести ну попытать эту выставку времени сдержку мне это ну будем готов охота поделиться и просто может с этой аудиторией кто-то для наседания для такой что вот допустим я как не тоже себя прослать абсолютно может кто-то и посмеется то есть реакции будут различные вот буквально уже даже начали звонить один такой ну будем говорить раньше мы общались там ну из так говорю из слушателей вот тоже много вот писядники баптистов вот даже в нашем городе там их семь терпей начиная с адвентистов заканчивая эгоистом и кого только нет и понимаете это с одной стороны похоже что это у детей именно к познанию бога потому что когда мы из-за недостатки видений народ о то есть из-за недостатки видений то есть за невежество и очень часто вот эти соблазны и вот это гордыня все что можно вражина пытается использовать так человеческое и увезти от истины увезти от бога и вот я уже тоже говорю чтобы это даже будем говорить тоже эти слова христа от одеет месяца то не том печь о чем больше человеческой то есть я доносил очень быстро разложил православным что батюшки да они такие розетки и вот это даже доходило аж, ну, будем говорить, богохульство в одном слое, потому что нельзя, нельзя, это я сейчас, ну, будем говорить, прошедшее время, понимаю, могу объяснить, что это так нельзя, и даже какой бы, кто бы не был из служителей или где-то священников, ну, то есть это приходит со временем, и я благодарю Богу, что, ну, ко мне это пришло к такому толстокожему и так далее, то есть вот это можно даже параллельно благодарен, что слава Богу, что я вот все-таки узнал вот эту истину, услышав, и, ну, не хочу, вот сейчас вот так вас или как, но все-таки, наверное, вот это помазание, ну, как благодатность вот это, и к чему пребывать, вот даже я сейчас смотрю, были несколько вопросов, я вот все добивался, вот я рассказ начал, никак не мог добиться, ну, думаю, ну, мало ли там, что у вас, как и сто, ну, думаю, и вам не прислали, прислали три видео, все, и я, все, нет вопросов, у меня уже, у меня были, ну, начинаем, потому что обоснование, по писанию, и даже я уже сам, вот тут рассказываю людям, потому что я уже сейчас, ну, будем говорить, уже рассказываю о кресте, но уже хочу, чтобы это было в истине, и чтобы человек пришел все-таки в дыркой, потому что, ну, не буду опять, наверное, застрять внимание, и вот, понимаете, откровение, ну, как я понимание даже получил, рассказывал, вот, Игнать Богоносец, как его львам кидали еще, и потом шли и выкупали, ну, целую историю, не буду опять повторяться, ну, просто я начал читать уже в «Никаре жизни» ответы, потом сейчас мне вот эту батюшку, к которой мы прилепили женой, благословенный батюшка, и я знаю, что это именно от Бога, потому что может попасть к другому, опять где-то какие-то мне нужно было проходить перипетии, и все, чтобы именно, ну, принять и понять, что мне сейчас как необходимо, потому что я во многих вопросах, и тоже как молодец, вообще не сведусь, и не хотел раньше, и не знав, и это было на руку врагу, понимаете? Вот, допустим, эти божьи генералы наши, ну, я говорю наши, потому что мы, ну, хотя еще про часа не приняли, почему, потому что шли на смерть, съедались зверями, сжигались, и вот эти, потом, когда выкупали кости, ну, я не хочу сейчас опять касаться мощей и так далее, но вот эти несколько вещей, которые вот я сам, ну, как-то вот мне рассказываешь, и как будто бы сам там находишься, вот, как будто у самого вроде, как бы, вот, когда параллели эту проводишь, представляешь, вот на секунду эти первые века, когда они страдали закрыта, умирая и страдая, и параллель вот эти наши, так называемые божьи генералы, современные, вот, Граби, которые некоторые выносят на это знать, ну, его, может быть, не сильно интересовались, я был, как бы, ну, будем говорить, даже руку полагали меня в таком крайнем нео, как говорится, в физматическом движении, там, понимаете, был один период времени, когда я там, знаете, и искренне служил, это же, понимаете, не то, что там правильно, неправильно, я был искренний, и я знал, что Бог меня слышит, и начиная там, что где исцеление, там, и без, так далее, и так далее, и я даже и сам помню вот эти вот, ну, я не сильный проповедник, что, когда, помните, это Иисус, ну, когда было слово Господне, что многие придут под имени моими, сказать, не то, что меня изгоняли, и так далее, и бесов по исцелению, то есть, отойдите меня, делаешь все беззаконное, то есть, я сам даже на этом слове, что ты пытался донести людям, хотя, если сейчас вот посмотреть, и очень многие мы искренне, ищущие Бога, это, наверное, сейчас кому-то, может быть, смотрят, пусть смотрят, и, да, я вот именно хочу и с этого, чтобы донести, уже кому-то, может быть, мои какие-то знакомые, может, смотреть, друзья и так далее, хотя сейчас вот тоже опять звонят, и некоторые претензии, чего там, православие, еще, ну, начинают, я объясняю, что я проповедую не православие, я проповедую Христа, именно веру в Евангелие, которая с первых веков идет, и то, что было одно, ну, вот это, как бы, информация для того, кто может смотреть, говорю, что, сейчас еще, еще расскажу, не проповедовать Евангелие в том контексте, чтобы куда-то привезти, проповедовать Евангелие в том контексте, чтобы привезти к Богу, и если я сейчас знаю, что вот это деяние, ну, там, до 4 века, потом, как и пошло разделение, я не буду даже вдоваться, я много-то и не знаю, я ни учительский, ни греческий, ни купаться не буду, я знаю, что в духе, вот, тоже свидетельцы этого вчера тоже, ну, будем говорить, последний вот этот вот период времени, вот того, как я услышал, вот того, как у меня открылось, как бы сказать, мое естество, вот это для принятия, потому что я сам очень много раньше слышал, еретики, сектанты, и даже, как и был период, молился даже с одним человеком, православным, искренним, и рожденным, потому что, ну, не буду подробно опять отвлекаться, но я к тому веду, что были у меня переживания общения, и когда я слышал это слово, еретики там, ну, мало ли что говорят, ну, конечно, и, знаете, я такой снисходитель, я понимаю, ну, конечно, ну, как это так? Бог сам, Бог живой меня ведет, у меня такие столько свидетельств, своих личных переживаний, все, но понимание, что все равно вместе с этим багажом, но вне церкви не было у меня такого понимания, и я не хочу, опять же, не примите, как залезть, или еще что-то, и даже не то, как вы, как личность, но все-таки, наверное, вот эта община, которую Господь создал, ну, не то, что потеряю, кибрау, то есть именно там, ну, я будем говорить, вот сейчас смотрю, компьютер, буду оттуда, то есть с России, хотя там тоже вроде родом, ну, как, не вроде, родом, с Россией родился, ну, ну, я придерживаюсь, чтобы моя родина на ней, ну, то, что вот эти все ностальгические, земные, человеческие, я стараюсь, ну, пытаюсь, ну, как бы, чтобы не влиять, ну, мне не влияло, потому что все равно влияет на нас людей, вот это платяночки, но, раз хочется, там, и поплакать, ностальгии, но это не от Бога, я понимаю, что, ну, это отдельная тема, так вот я хочу донести, и вот это еще сейчас звонит, у Андрея еще куда-то вел, ну, ну, как, я говорю, если кто рядом со мной, и которых я крестил, и которых даже было такое, что мне приходилось идти, ну, ну, писяжку, то есть протестантскую, такое бы слово применять, ну, я сейчас как бы не лично, но вы же понимаете, что это сегтанты, еретики, само собой, я сейчас о другом, вот сейчас вчера тоже приснул, когда мне пришлось сказать, так обиделся человек, я говорю, ну, почему ты обижаешься, я говорю, еретики, еретиков, почему ты обижаешься, мы были в одну историю, ты ходил, это не обидное слово, это констатация того, где мы находимся, и как мы стоим, в данном нашем состоянии, при всем нашем, опять повторюсь, покажи всеми теми чудесами, все, что нас окружает, но есть понятие в церкви, есть вне, надо вот это просто увидеть, не то, что вот я там буду тянуть, или еще там доказывать, кричать, это невозможно, и вчера вот тоже, когда коснулся, я вижу, ну, там просто семья, ну, вкратце, если время позволяет, расскажу, когда-то мы их нянчили, они когда-то пришли с миром, выпивали, я сам раньше был хулиганом, там, таким халдеем не обрезан, ну, такое слово применю мягкое, и когда приходили, он не мог понять, чем не надо, я вот, ну, как-то с тех времен, когда еще вот людям пытаешься Бога, они говорят, что-то тебе от меня надо, может, так ведь, если что-то я пытаюсь сказать, что-то мне надо от него, я как-то получил тоже от Бога, да, говорю, надо, я говорю, я буду всегда, да, мне надо от тебя, чтобы ты принял Евангелие, мне вот это надо, чтобы ты принял Христа, остальное Бог разберет, ну, как-то у меня такое было, понимали, и сейчас вот тоже, да, говорю, мне надо донести, чтобы вот это, но опять говорю, если бы я как душу не разрывал, я не смогу объяснить, и вот это, ну, даже, как может быть, потом, ну, когда будет мне, ну, если сказать вот этот совет, потому что, ну, это тоже вот я понуждается, чтобы, потому что, не, опять же, не православие, не еще что-то, а саму истину, и вот это просто рассказать, что есть в церкви пребывание, и есть вне церкви, и если будешь знать это, услышишь это, вот, пера слышать, Это истинно в этом пребывало, потому что это Господне повеление, и он сказал, что вратарь не одолеет, а мы своим житием говорим, что одолело, и мы своим житием, своими действиями, какие бы мы не считали правильно, мы считаем или не считаем, но это все равно факт, нужно посмотреть, стать вне, посмотреть и где я нахожусь. Но это так, вот эмоционально можно свои переживания, и заодно параллельно тот, кто будет смотреть, потому что в этом, ну, я пользуюсь этой трибуны, которую мы предоставили, слава Богу, и поэтому даже сейчас вот из России, или еще, или вот эти люди, которые сейчас, допустим, опять же, окружают, и я всем донес, потому что я ответ снесу, ну, мы, конечно, молились, но не так вот, сейчас я понимаю, даже вот, когда жена мне встает и молитвует, допустим, ну, будем говорить, и даже меня, вот, какими словами, там, без креста, без поста, потому что это на самом деле, что мы очень легко мысли. Мы, Данисей Иванович, и дальше, вот я про себя, пусть, может, кто-то на моем примере увидит, но я думаю, ну, оно так и есть, потому что не углубляясь, не уникая, не плача за тех людей, и вот тоже, ну, надо, все, Господь сказал, вот этот марш у нас 15, это по жизни, ну, как бы, в этом слове, как бы, это для меня, ну, как девиз не то, что, как бы, как таковой, как говорят некоторые в среде, нам вместе пришлось кучиться, великое поручение Иисуса Христа, знаете, с таким пафосом, так это, простое Слово Богосподне, который сказал, идите, пусть у меня и просят Иоанна, и все эти твари, кто будет вверх, и Крест спасен будет по ним, и так далее, то есть, это к тому, что, если я принял Христа, как я смогу это удержать в себе, не говорить, или некоторые, там, из этого начинаются, знаете, что-то такое строить, что-то такое таит, какой-то такой мистический, да, ты доходишь до маразма даже, до ужасных вещей, и то, что, вот, когда, если ты идешь и говоришь людям о спасении, о Христе, то все равно, рано или поздно, ты будешь задумываться, где ты находишься, ну, это я сейчас, вот, может, в этом контексте, что, как вот, именно, как православие, как такое, да, потому что нету рядом, опять же, опять, в пяти церквях, я тоже, ну, это, у меня засело уже, потому что это истина, и, если нету рядом, я говорю, даже если бы были, может быть, какие копцы, то я бы, может, это там был, не знаю, по характеру, я их, правда, не знаю вообще, но православие, я знаю, я с детства меня крестили, бабушка за меня молилась, я помню, что я научился, там поступал, и потом приезжаю, ну, как получилось, я там все вроде прошел, ну, удрал оттуда, мне очень не понравилось, когда мною начали помыкать, командовать, ну, это, конечно, гордыня, плотянка на тот момент, ну, может быть, я не знаю всех этих переживаний до конца, почему, или как мы не молились, но я приехал, когда домой, и она говорит, ой-ой-ой, как я, как молилась, чтобы тебя не взяли, так они, как кирпичи с неба, ну, это, вертолизм начались, снега, как кирпичи, я такой был, обозлился, был на бабушку, я постоянно с ней спорил, она мне начинает происнуться, прохождение по воде, а я тут достал, видите ли, эту книгу Сенкевича, антибиблию, и объясняю, почему это, потом еще, может, пытался донести, но сейчас вкратце, и вот это, когда я сам все чудеса божьи, все вещи, которые он делал, и само свидетельство, что он был, приходил в мой детский мозг, ну, как бы я принял через эту антию, но это, я пытался разубедить, а в чем, в том, что это не было, понимаете, как бы в таком, ну, детский, конечно, тот был такой, ну, тот юношеский, но я как, к чему, что бабушка моя православная искренняя, ну, пусть родители у меня, папу не любил, он, как бы, коммунистов, попозже, но это отдельная тема, мама, ну, будем говорить, традиционно религиозно они были, а вот бабушка она была, я не помню, лаптик, говорит, закинем, зайти пешком, там есть святые места, тоже там, Белое озеро, еще там, и рассказывал, как их, ничего, и выходили, представляете, на тот момент, ну, думаю, Кир, значит, недалеко где-то, ну, я как бы так думал, а на самом деле это далеко, я к тому виду вот такое понимание, вот такое было, в чем я пребывал, и вот это, как бы, проигнорировать, смеяться, ну, это я, опять же, отнес вот сейчас вот это восповедание, что это, как бы, еретизм и богохульство, потому что это неправильное отношение, неправильное отношение к людям, неправильное отношение к священникам, неправильное отношение к Богу, потому что, если вникнуть, это так оно и есть, и очень часто мы огорчаем, Белка Святого, потому что своими делами, словами, вот этими побуждениями, может быть, я так считаю, мы так считаем, сообщественно, что это правильно, но это же наше понимание, наше открытие, мы получили откровение, да, вот идем, это сейчас, наверное, тоже есть друзья, которые служат, как бы, и вот и пребывают, и все, и даже я сейчас не отказываюсь, вот, кстати, вот хочу, наверное, вот этот совет тоже отнесу, как-то посоветовать, потому что я вот вникну, слушаю, и видя, как у вас община, и все, и будем говорить, это идеал для меня, ну, на данный момент пока, но здесь, здесь я не вижу, допустим, я тоже встаю, допустим, в храме рассмотрю, ну, как бы здесь написать Бог и Сиборь, потому что где-то, ну, даже вот в этом, что сейчас, как бы, я определился, ну, я сдерживаюсь, я смиряюсь, и там, я на занятия еще и парфи сейчас посещаю, там тоже вот этот батик, кстати, вот именно где мы, там даже сегодня все часов, я тоже живу в занятии, и вот бывает он даже, ну, может быть, Андрей, может быть, что-то, я как бы, мне в охоту поделиться все, но я сдерживаю себя, я это сейчас не лицемерие, я потом с ним как-то приватную, так общение мы общаемся, и я говорю, чтобы не смущать людей, потому что не понимают, если начну вроде вот это, и чтобы вот это влияние, которое на меня оказывалось, помните, как я переучил в цеху зачем из нуля, потому что вот это учение всякого рода, вот начиная от процветания, ну, не буду перечислять, еретическое, в одном слове еретическое учение, и когда вот это сам прибывал, помню, что ты пытаешься вроде донести, раз, вроде и нечего сказать, потому что это, ну, внутренне понимаешь, что это не мое, вот эти всякие учения процветания, учения о лидерстве, вот эти все знаете, халлилюя, ну, вся вот это вот, то извращение даже, ну, если вкратце, руки в брюки, палец в нос и кричать халлилюя, там, тыкать Бога, тыкать, ну, будем говорить, в небо, ну, это ужасная вещь, ну, я не хочу сейчас опять, чтобы они подумали, что я как-то обсуждаю, или кто-то там, чтобы, как бы, я поношу, нет, я благодарен Богу, что вот этот путь, который я прошел, и все-таки меня сохранил Господь, если же вы будем, да, и слава Богу, что еще я жил, потому что был момент, в период, когда вот перед тем, как я вообще не поступал, и был момент, человек приходит, он уже там в монастыре побывал, и здесь сектантом пообщался, вообще ни с кем не хочет, и он говорит, мне надо крещение, все, и я в таком положении, я никогда не стремился где-то кого-то поймать, крестить, нет, а именно эти ситуации, когда, ну, ну, некому, так сказать, понимаете, и я вот именно внутренне у духи понимал, что, ну, если Бог так усматривает, если Он именно подводит, доверяет человеку, мне нужно все душу положить, ну, сделать, чтобы было по-божьему, ну, это мое понимание, вот это иллюзия, и мне приходилось идти и разговаривать, здесь вот, ну, служение региональное, допустим, с кого я видел, мне тоже, вот я избираюсь, где-то там, чтобы сами себе избирают, ну, может, отчасти и так, но я не видел другими, что здесь более вот, ну, региональное, будем говорить, которое смотрит за регионы, ну, в духовном плане, из 50, то есть из баптистов, ну, как это, из протестантов, да, понимаете, и я шел, потому что знал, что меня там клюют, там клюют, потому что мне этого человека надо потом пристроить, понимаете, и они меня привали, как ты можешь крещение, и все, ну, я говорю, для религиозных у меня есть рукоположение, вот это, ну, будем говорить, ну, вот это, говорю, которое было, вот и церковь и так далее, ну, а так, я не знал, кстати, что по канону может крестить по православному, по правильному, что крестить может любой человек, я не знал того, я просто к тому иду, вот Бог так вел, и мне приходилось не то, что мне хотелось, мне не хотелось общаться с ними, с теми, потому что эти в этом учении пребывают, непонятно в каком, эти что-то еще какого-то свое ищут, и все пытаются, и мое, знаете, какой критерий, если что бы вы там ни делали, хорошего, плохого, но если вы не проповедуете, я только уважал, вот, допустим, нет общины с того, что они, какие-то у них движения, там, где-то там выйти, там, евангелие знать, попроповедовать, евангелие донести благовестие, просто даже эту новую заветку, просто дать благословить, потому что кто бы ни дал, как бы это ни происходило, ну, пусть даже без молитвы, ничего, но это Слово Божье, человек, если не шкурит на махорку, он все равно прочитает, я просто свидетельство одного, знаю, он три раза там в одном рецентре приходил, и только перезимовать, и, знаете, там, как бы был, ну, читав Библию, как бы, и так далее, и только на четвертый раз, придя перезимовать, я, говорит, открыл Библию, прочитал ее, обратился, ну, я с ним давно не общаюсь, где он, что, я не знаю, один из которых, вот, ну, говорю, общался сейчас в монастыре, тоже такой промысел Божий, хотя я его сразу в аптиск подправлял в рецентр, потому что там Слово Божье, и так далее, и так далее, чтобы возрастать, освещаться, ну, даже не вникая, вот, в чем я сейчас говорю, у меня тут понимательство. Ну, вот он сейчас в этом монастыре, так скажем, вот, ну, с узором, опять же, чтобы не уходить вот от того, что я вот хочу, как бы, ну, донести, рассказать, и, может быть, даже, ну, как свое, может, свидетельство, это я считаю, это было бы, ну, это, будем говорить, 20 лет уже прошло, как вот мы обратились с женой, вот, если мне были там определенные периоды, и определенный период даже был, как-то я упал, понимаете, вообще мне, ну, обижался на Бога, там, вопиял, ну, то есть такие всякие разные у меня были вот брожения, движения, но потом, вот, когда я помню, плакал или жалко, ну, что, кстати, там, не буду подробностей, как раз-то расскажу, уже плакал Богу, и высказывал мои обиды, понимаете, и так вот, на этом услышал, будем говорить, ну, это, я считаю, это, ну, редко такие вещи бывает, но что вот место есть специальности, если не шмать, потому что я, ну, не готовился, ничего не записывал, так вот, что у меня, как вот, есть, я делюсь, и написано, непрестанно молиться, всегда радостно, все благодарите, ибо у вас есть такая воля Божия, то есть, я как-то лежу со мной, и раз мне вот это слово, знаете, это непередаваемо, как будто вот, с ног до головы, ну, это благодать, понимаешь, это любовь Божия к мне, я знаю, что вот многие люди, находясь осознанно, неосознанно, все, где бы они находились, Бог любит нас всех, и, ну, вот, меня таким путем вел, тебя таким путем ведет, каким бы, не вел, но сейчас, может быть, посмотрит меня врача, что поразмышляй, до сегодня ты живой, я вот, когда уверовал, вспоминал, там, пойдет, сколько раз уходил, сколько раз под машину, там, было моменты, там, под нож, ну, такие смертельные, смертельные, я так, когда я уверовал, ну, обратился к Богу, я осознал, я начал вспоминать, и это для меня на тот момент вообще, как бы, роль не играл, ну, мало ли я, я вот, знаете, как на себя, на годы, а осознав, что это Господь меня держал до сего дня, до сего момента, чтобы я все-таки узнал, узнал, что, и вот, ну, в контексте еще, о чем я сейчас хочу привести, в церковь, именно в церковь придя, потому что сейчас, ну, начинаешь вот так, а ну, ну, что ты со своей, это самое, ну, будем говорить, сфекантов, так и так далее, ну, это что, это получается, вот, обязательно, чтобы руку положили, и начинает, не то так, какие-то века копает, и все, я как-то себя на мысли поймал, слушаю, и тоже, вот, опять же, сегодня, вот я слушал, как вы там проповедовали, когда у Капу Павел, все ли, то есть, достоверность, ну, я вкратце хочу вот так суммировать, достоверность в такое или иное послание, или там, ветхого завета, или еще каких-то вот этих, будем говорить, сохранившихся сидений, о руку положения неприемственности, и узнаете, раз я поймал на мысли, думаю, о, каких грузили, где грузили информацию, начинают, вот, интернет, все, я говорю, я к интернету как мыстосборник, к этому отношусь, начиная, вот, что я гляжу, там много-много всего, мне приходится это отсеивать, это даже очень бремя, много, знаете, оставляет не глядеть, вот только что, что, Евангелие, проповеди, и донести слово, и вот смотрите, невозможно, я допустил мысль в мозг, что как они, вот, допустим, попались на это, и так и я, ну, любой можно попасть на это, и, знаете, и нечего сказать, я такой, ну, не знаешь, и, знаете, такой, я стараюсь быть искренним, и когда вот искренний к Богу выпьешь, все, я, ну, не знаю, и тут сразу раз приходит, такой, знаете, я говорю, И вот тоже, Господь, я говорю, при всем этом, на чем ты сейчас? Давай я так это еще говорю, с первого посчета вверх. Дальше уже вот эти все купания, все, не надо туда вдаваться. И все, а то мне узнать, что там книжеское это все машет, это «Жена, упоенная в крови». И начинается, я вкратце глянул, там, субботство, и так далее, издание нерусское, там, заграничный некий проповедник, но дело даже не в этом. Некоторые заграничники я тоже могу прочитать. Но смотрите, сама суть. Я говорю, ну как, сразу, без всяких толкований, без вниканий, жены, и они, как бы, апеллируют, потому что, вот, церковь, они уже отмерли, там, и все, там, они, это, ну, здесь у них толковка такая. Вот это сочелетие, мне не буду вникать. И тоже отдельная тема насчет антихриста. Я говорю, это явно перед нашим старым пришествием будет воссядить этот, и вы не можете, ну, это отдельная тема, не хочу сейчас много подсказать, но не буду путаться. И вот, хочу донести, что не жена, говорю, упоенной в крови, ты, богохульсый, в том плане, что это невеста, невеста Иисуса Христа, мы церковь здесь, и только в этом контексте смотри, я вот уже закончил тем, что, вот сюда, первый век, с первой при четвертой, или еще какие-то догмы, или еще, в чем бы ни пребывал, ты и я, ну, просто я их люблю, и вот я понимаю, что только из-за того, что я их люблю и Господь это дарует, потому что по плоти их надо побить, ну, если так вот, собраться, побить. И знаете, и раз такое открыли, что, как только, чтобы ты, ты говорю, помолись, сядь и помолись, и чтобы то, что-то тебе открыл. Я вот как-то сам вот хочу вот поделиться, смотрит, и с вами как-то, что невозможно. И если бы это вот знание, вера, слышно, что, Боже, но опять же, если это не будет благодатно, почему-то это и есть благодать, и благодатно, и нам вернемся, чтобы в закончении уже, чтобы временем отнимать, к рукоположению, к преемственности, к причастию, к таинству, к священству, благодатности, то есть с помазанием Духа Святого, что это придет именно от Иисуса, от того времени первого века и так далее, до сего дня, слава и честь и хвала, что они сохранили вот эти церкви, вот эту благодатность. Или же просто здесь, да, Господь меня любит, я сам свидетель из целей и чудеса, я могу даже, может быть, и вот сейчас общаюсь, там, я 10, я 15, говорю, сколько без церкви знал? Там, ну, как бы, критерий, все же мы кичимся, мы же претендуем, это харизма, дар духу, дарах действий духу. Сколько это, то, это, то есть, да, и нету, никто даже и этим похвастать не может, и все мы претендуем на Иисус, самых личных на последних статах. Вот мы, халлилуйя, вот мы и уничижаем других. Пусть даже не уничижаем, но не принимаем во внимание. Божьи генералы, ведь, берем не русских, а наших божьих генералов, которые умирали, мы здесь страдаем, что у нас машинка такая, видите ли, не крутая, что мы страдаем, что мы живем в доме деревенском, а не патент же, наше страдание за Христа. А они шли на смерть, ну, я, наверное, лучше к ним обращусь. Ведь те, которые пострадали за Христа, и в том патре за меня, потому что те молитвы, они действуют, они без ограничений об этом тоже вот как бы ведет. Ну, это так вот, хочу поделиться, опять же, все сюда совокупить и благодарность. И еще раз, чтобы поблагодарить ему с женой, что вот хотели, чтобы... Конечно, хотелось бы раз, там, к вам приехали, вот так вот, думаю, ну, если Бог так усмотрел и здесь, вот я тоже в храме стою, и потом даже, ну, будем говорить, общение, вот сейчас с кем-то, допустим, мы начинаем общаться, с верующими. И вы знаете, вот этот вопрос, вот, который вы как-то затронули, что именно нету сейчас вот этих вопросов, что основное первое сооружение свыграет, как бы и мы, как бы это не то, что затерли, а, ну, игнорируем, то есть мы игнорируем. Я в описании уже это убавляем. Ну, можно много об этом говорить, но сам факт о том, что мы об этом не говорим, ну, понимать, вникать, принять это другое с этим, это благодать, это Господь. Ну, хотя бы поговорить об этом, размышлять об этом, и вот, когда вот этого нету, и как-то я вот, ну, переживаю, я на себя размышляю, думаю, Господи, ну, как-то вот запиял внутри, думаю, зачем я здесь, зачем, ну, ну, кстати, вот, легкий способ, раз там приехал к вам, раз еще куда-то пристроиться, и как-то раз, это очень, ну, я как-то увидел в этом. А вот здесь я общаюсь, вот сейчас тоже, все-таки вот на занятии, тоже вот батюшка говорит, ну, Андрей, я как-то уже не стерегнул, ну, Кадарий зашла в вине, и я, ну, вот это затронул, ну, тут есть, чтобы вкратце, что там был, помните, поезд с колокольчиком, когда выпивал вино, даже не секера, вино, священники, он, ну, падал замерто, вытягивали из этого поезда, ну, это все даже знают из баптистов протестантов и некоторые из православных, но многие не знают, это, кажется, факт, они затихли, слушают, и тут меня немножко так повело, что я пытался донеснуть, ну, сдерживаю, конечно, себя, потому что, если, ну, одним словом, и вы знаете, все равно не на своем, ну, чуть-чуть можно, ну, как, если мы по Новому Завету, мы священство, и в этом священстве, что мы не имеем права не за то, что я выпил, я плохой, я курил, да мы можем и не умереть даже, вот сколько даже, будем говорить, убираю, что Киев выпивает, начинает, и человек говорит, и не умирает, но не придет Дух Святой, я не буду в Один Духом Святым, и вот эту суть принести, что мы в этом, не обязательно, я раньше тоже, ну, там священство, вот руки поднять, вот это вот я тоже в этом, в этой связи посоветовался с батюшкой, ну, в этом услужении, я как-то подражаю себе, ну, помните, Павел сказал, еще повторюсь, может быть, я из-за того, что подражают мне, как я Христу, Павел говорит, я смотрю, батюшка есть, ну, я так уже, он руки поднимает и поднимает, но когда, я поймал себя на ныше, что тут как-то дискомфорт, и потом я все-таки так, чтобы не смущать, ну, спросил так, ну, один-один, все, ну, и вот, узнать, ну, сказать, что нет, это то, что руки поднимать, это как бы, ну, священство, я сейчас не по суждению, даже если они примут, что вообще не поднимают, и вообще, я это сделал по послушанию, и моя задача, быть в церкви, быть, чтобы быть в причастии, и чтобы быть в теле Христова, ну, вот это моя сейчас задача, и я смирюсь, я сделал по послушанию, многие вещи, которых я не понимаю, это, есть у меня сейчас вот несколько вопросов, ну, даже, которые я не хочу здесь поднимать, потому что сейчас эта аудитория будет, но и так, ну, ищет именно, ну, не давать поводок, ищем поводы, Потому что я вкратце, допустим, о мощах и о молитвах, молиться за мертвых, не готовился. То есть я сейчас даже не об этом, а о том, что есть эти вопросы, не только у меня, но и у меня в частности, о том, что даже недопонимая, хотя я трактовку слышал, сейчас он закончил семинар, положение диагнозское, вот-вот он батерский такой станет, и Бог так смотрит, может быть, завтра в гости приедет, вообще никто у нас. И вот это даже, тоже ему благодать Господи дает, объяснить, разложить и донести. Но я почему-то так говорю, потому что я все равно не возрос, что ли еще в поклонении мощьям, я так выражусь. И, ну, Писание говорит, и если даже, будем говорить, это встанет, то я не хочу пройти совесть. Я, кстати, в первом беседе, мы тоже там, для начала, там четыре часа пообщались, как бы, это тоже, только-только мне хотелось бы пообщаться, пообщаться, вникнуть, понимаете? И я вот все смотрю, сейчас опять же нет времени, а вот Дорофея мне в эту книгу дала, я как бы начитываю, начинаю, ваше начитника доберу. И, то есть, хочу вникнуть в суть, понимаете? Потому что я знаю, что это Церковь, быть в Церкви – это по-божьему. И что вот это сопутствует, оно нам надо, и мы не должны игнорировать. И даже те, которые сейчас будут смотреть, будем говорить, оголтелые еретики. Я сам был, как ты раньше его назвал, Харизматов-Харизматов, оголтелый сектант, еретик. И я не стесняюсь. И как мне надо стесняться слова «фанатик», потому что мы привели фанатик, глаза по 20 копеек, и эти, которые обвешаны из рычатки и кричут, не поймешь что, и делают вещи, которые ужасные, не знают, что они делают. Вот это фанатизм. Ну, оголтелый и негативный. А то, что это… Ну, и не буду опять сейчас оригиналствовать, но нужно быть фанатикем Бога. Ну, если в духовах. И тот, кто меня смотрит, поймет. И слава Господа, я почему-то так говорю, что вот некоторые… А ты крещишься, знаете, вот даже в этой связи. Я не стесняюсь. Я даже спрашиваю, о чем? Двумя, говорю, или тремя перстами? Я ему говорю, ну, я, кстати, вот у пальчика спрашиваю, как и что. Хотя, более мне предпочтительно двумя, ну, если там, при этом, ну, соусловие стать, тремя и ладони. То есть, я даже в этом не вижу ничего, но сама суть должна сохраниться. Сама суть вот этого… Ну, я имею в виду для людей сейчас говорю, что мы думать начали об этом. Вообще, почему? Для чего? Почему на кресте умерли? Почему это были именно в первых веках христиане, когда там была только жизнь или смерть? Со Христом и без Христа. То есть, там все четко. А у нас здесь на машине плохой проехал, и уже все, он обиделся на Богу. Палец у нас засунул, уже на диване он плакает, понимаете? Ну, я даже вот в этом исполкнулся. То есть, наши страдания, и мы на этом делаем основу, опираемся. Я сейчас обращаюсь к своим собратьям, будем говорить, а так, выражусь на данный момент, к тем, которых я, может быть, сколько сам и столько, будем говорить, обратил от православия. Я каюсь в этом, и бог дастся, может, к кому успеет еще. Ну, вот сейчас, кстати, мы идем, уже, может, я не знаю, в эту субботу, может, человек пять-семь и пойдем. Мы их, будем говорить, которые хотят опять обратить лицо свое в истинную, ну, в церковь, я так выражусь. И я не буду смущаться их всем, я не хочу, там, если кто увидел, что я, может, и пример, может, слава богу, если даже увидят. Я очень рад, что человек задумывается о церкви как таковой, которая есть не какая-то, как вы напридумывали, а невеста Христова, за которой придет Иисус Господь. Вот и все. И я вот уже в заключение, потому что мне так уже охота, ну, когда еще выйдет, вот слава богу, поделиться опять этой радостью, вы знаете, и опять, чтобы меньше платяночки, но она получает, как бы эмоционально, знаете, что вот как я размышлял, думаю, ответ я получил, вопрос у меня есть, даже не видя вас, слушай, там, пробуй, все. И как бы даже вот что-то, вы говорите, ну, там, собрали мченик, я раз вижу, как будто бы не это, ну, понимаете, как будто, все, не надо, у меня вопросов нету, как бы, поедем, этими, я уже, ну, думаю, нет. И как-то, знаете, вот хожу вчера, сегодня раз, думаю, наберу раз опять. И как бы не готовлюсь, я вот нигде не выписываюсь, все. Ну, будем говорить, что у меня есть в голове, тема, как вот у меня оперируют. Знаете, и вот этой радости одно, и то, что само свидетельство, даже для небольшого определенного круга людей, которые, ну, знали меня, или, допустим, тоже они, как это так, он заслужил, все. Ну, будем говорить, здесь, которые есть вот в городе церкви, в каждой из них, будем говорить, в одной только один человек, а в других по несколько человек, ну, ну, не то, что я, а Господь употребил меня во вину, что мы их пристраивали в эту церковь, потому что и я знаю, что мы взрослали, и все. И почему-то я убежден, что все-таки, если человек искренне, вадим, Духом Божиим, он все равно будет искать. Ну, я сейчас о том, это я сейчас за всех говорю, что все-таки Господь Иисус придет за кем? Да, мы тоже халлю, и все. Да, может быть, как головешка из огня. А может быть, и нету, потому что нужно планочку высокенькую, высокенькую держать. Сейчас разговариваешь мне, дай исполнение закона, и уже вот это как бы охлаждение какое-то, все, и уже нет вот это, значит, вадимасти, такой вот, ну, горязности, вот помню, как было, чтобы гореть духе. А, вот как, я решили это обоснование, да, исполнение, и уже дошли до закона. Ага, уже не заметили, сейчас не ветки завет пытаются говорить, а что вы несете? Без Иисуса Христа ничего невозможно. Ну, так уже меня инстанавливаются. Буквально вчера я имел беседу, и буквально вчера мне приходилось, ну, будем говорить, в течение сегодня, бывает, в момент, что Господь вот раз, мне надо и то, и то. И вот, ну, короче, я к тому хочу заключение, чтобы те, кто сейчас и смотрит, и будет смотреть, и увидит, и сейчас вот, да, вот я брат Андрей, да, и я благодарен Богу, что я увидел, что я вне церкви, делюсь с вами, что есть в церкви, есть вне. Не осуждают, что это неправильное, может даже все, если, ну, я такую тарковку, если не право, все никакое, я и таких слышал, и это неправильно, потому что нужно донести суть. Не надо там какие-то либеральности, какие-то компромиссы, надо конкретно, геретик, геретик, сектант, сектант, не надо обижаться. Как вчера на меня все, побойте Бога, я такое сначала думаю, вот оби, потом думаю, слава Богу, значит, зацепился человек, значит, будет думать, почему, оби, слава Богу, даже так, их я-то люблю, я не хочу уколоть, унизить, я стал правильным, я шал в церкви, я там еще такое халю. Не-не-не-не-не. Ну, кстати, я еще буду в воскресенье, если Господь усмотрит, что мы будем, потому что, ну, это для меня честь, и поэтому, вроде, период времени, столько произошло всего, и вот именно эти свидетельства, и, с заключением, Игнат Тихинович, я не хочу опять не примите, как неферамы, все помяните, даже если вы, может, не запомните вот этих людей, если вы разрешите, потому что я, ваша община, Владимир в духе, я не хочу уничтожать чьи-то другие, я знаю, мой батюшка молится, ну, я уже так называю, хотя, может, он и не знает, что я его, ну, это так, и я знаю, что ты Господь усмотрел, как оно и будет. И эти люди, которые сейчас, вот опять раз, ну, будем говорить, они не были, ну, не там, будем говорить, не сильно утвержденные, и тоже раз, слушай, да, вот мы пойдем исповедуемся, и все-таки раз, и к нам даже, вот, крестными будьте у них там, на ребеночке, я такой опять, ну, как-то, ну, как-то, женой, ну, я готов, брат, и все, но это же ответственность тоже, опять раз, уже я еще сам даже не принял, и уже меня в кресты, я все уведу, вот такие движения вот начались, вот такое, как бы, движение, я знаю, что это Господь. И вот, ну, как бы, в заключение хочу вот даже вот, если я просто сейчас перечислю, ну, помолите за них, пожалуйста, чтобы они дошли до, до познания истины, то есть, увидали, хотя бы задумались. Ну, то есть, о спасении, слава Господу. Можно я это просто перечислю? Вы помолитесь или как? Елена, Наталья, Илья, Ирина, Алексей, Инна, Андрей, Марина, Володя, еще один, Володя, слава Господу, слава Господу, ну, я сейчас посмотрю, хотя бы вот так, потому что я знаю силы молитвы, ну, мы, может быть, у нас мало еще такой, не такая вера, мы с женой молимся, в домашней церкви своей, может быть, еще кто-то не допонимает, но я думаю, Бог не просто так осматривает, неважно, где бы находились, мы там или еще кто-то, я знаю, кто молит, кто в сердце есть, это работает, ну, я верю в силу молитвы, я просто знаю об этом, что я сам пережил, что уже смеялся, что в какой жене гроб, ну, чтобы она там купила, и так далее, это как смехом, а она так плакала, я вот к тому виду, что, и я смотрю, кто за меня плачет, ну, как вот, тыс, есть, которые так вот помолились, а есть, которые, ну, что, ну, не коротенький, но он плачет, он, ну, любит, ну, знаете, от всего сердца, и, может быть, это Господь тоже допустил, но я пережил это, и поэтому знаю, что молитва имеет силу, когда искренне к ней вызываешь, обращаешься, и уже в заключении, сейчас, наверное, много еще хочется сказать, Бог весело смотрит, я думаю, что вживую приедут кому надо тут, один заинтересовался, второй вот как-то там на меня что-то там вот там, дело-то не в этом, наши ваши, мертвые ваши, самое главное, чьи мы, Божьи или не Божьи, во Христе мы или не во Христе, в церкви или не в церкви, задумайтесь, задумайтесь, возлюбленные, ну, это как, сейчас выпью, как вот, задумайтесь, возлюбленные, еще, если вы позволите, я, как бы, сейчас обращусь, тех, кого я убедил, потому что, я думаю, те, кто к вам будет глядеть, они будут исхищащие, верующие, или просто даже, которые из-за любопытства, но все равно услышат, и вот, как бы, вращение, ну, как покаяться, потому что я покаялся во имя Иисуса Христа, так, Государно нашего, я молю, прошу, чтобы те, кто я убедил по жизни, ну, я не то, что такой обидчик был, но были такие моменты, которые мне стыдно, я вот когда-то сейчас вот напишу, ну, мне совестно и стыдно вспоминать, и есть люди, которые, будем говорить недавно, вот я, будем вот после падения своего, тоже, как же она мне говорит, меня везде грязь найдет, когда мы опускаемся до уровня рожек свиных, мы становимся нехорошими, даже не буду опять ебить это и все, но я к тому, что, и был период уже вот, ну, я не хочу никого обвинять, пенять, это я виноват, и я к тому, что не ищем Бога, не молимся, не выпьем, и падаем, понимаете, и вот этот период, даже тоже, ну, будем говорить, обидел человека там, сам обиделся, был момент такой там, ну, не буду подробностей, но это было нехорошее вот это отношение к людям, потому что Бог за людей умер, это не наше, это Боже, это был Бог, Бог вас сотворил, и Бог хочет, чтобы мы вернулись назад, Бог хочет, чтобы мы обратились и начали думать, каким, вот сейчас Он придет, а мы, а мы не в том месте, где Он определил, Он сказал, что поставлю в церковь, Он сказал, что невестую, есть определенные, да, есть священство, все, есть, есть определенные вещи, которые к этому, ну, сам Господь повелел, ну, слово примите такое, потому что так написано, и задумайся, я сейчас управляю, задумайся, где ты в церкви, не то, что там, там хорошие батюшки, или там хорошие, сейчас такое, вот я вот тоже, и митерполит, столько грязи всяких-всяких разных, не надо туда смотреть, надо смотреть на первые века, где Господь оставил церковь, дайди до того, если ты сильно разумный, посмотри, когда началось все, когда фектанты, еретики и баптизы, все, все что угодно, ну, пусть я сейчас определю, пусть это грубовато, ну, пусть четвертый, к примеру, от этого периода, ну, загляни, загляни, я хочу быть там, я хочу быть именно, что я всегда раньше молюсь, все, и вспоминаю вот это крещение, когда Дух Святой сошел, деяний, как, знаете, мы отождествляем, ну, я так пока не делал, и я, да, я дитя, деяний святых апостолов, когда Дух Святой сошел, и как в день 50-х, как в день 50-х, как в день 50-х, и, знаете, вот у меня вот это сердце всегда было, донести истину людям, и, ну, я говорю, выясни, как, конечно, я выясни, но, на данный момент, я опять же, на данный момент, я делюсь, там, оказывается, выясни, оказывается, Господь меня любит, оказывается, то и то, пятое, десятое, исцеление, освобождение, там, всякие движения, там, аллилуйя, но, где, в Вонецке, помните, приду под именем моим, многие придут, ты уже говорил, да, и скажут, не твоим именем, я говорю, мы еще к этому даже не дорожим, а мы прокиндуем, мы не вне церкви, задумайтесь, ну, напоследок, задумайтесь, возлюбленные, вот, церкви-то или нет, я очень благодарю Бога, рядом, который Господь поставил, в данном случае конкретно Игнатий Тихонович, там, братья и сестры, которые молятся, община, здесь этот батюшка, который Господь, я знаю, что это Господь, мне вот здесь усмотрел, ну, я так вот, пусть это выглядит, может, но блаженный нещий духом, да, 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 это, надо быть кукулем, я такое слово применю, ну, кунька и славянка, чтобы было жажда к слову, жажда к Богу, это блаженный нещий духом, так написано, на 367, ну, я уже не буду так вот эмоционально, ну, походу, во всем как вместить, потому что, не знаю, и, вы знаете, опять же, вот заключение, что, прошу прощения, и, опять же, еще раз, пожалуйста, кто, как, чего, ради Христа я обращаюсь, и, если кто-то имеет, я отзовитесь или не знаю, ну, я искренне исповедуюсь, каюсь даже за малейшее слово, за малейшую обиду и тех, которых я сильно знаю я или не знаю, если не знаю, Бог сделает, что узнает, и просто, ну, не буду перечислять, как бы это все, Господь знает, благословляю именем Господа нашего Иисуса Христа, я так скажу, потому что все, как бы хотел, много еще, что есть, все много в контексте, вот, в сути, боже, вот этого хотел передать, потому что все-таки, ну, вот я их перечислил, дай Бог, что-то в субботу исповедаю, на воскресенье причастие, а там уже, как Бог усмотрит, не надо тут строить, продавать веру, веру отцов, я здесь тоже, вот, есть вера в деревне, уже в чьем-то поколении баптисты, тоже вот так общаешься, да еще хуже, чем веру отцов, там не знают, о чем говорят, веру отцов, понимаете, и вот мы на этом, на человеческий раз попадаемся, и не к вере отцов, и не к вере евангельской, никуда мы, попадаемся на уточву врагу, и доходим до смерти, потому что он пришел украсить и его убить, ну, Игнат Тихонович, я вот, как бы, уже, ну, просто, может, многостоит, ну, что-нибудь, мне очень-очень много хочется сказать, а так как я изныщен, много времени занимаю, наверное, все, и, если что, вот, ну, все-таки хотелось бы все-таки мнение по поводу, но я хотя читал и даже вот слышал, как ваше толкование, но, правда, я с двумя оттенками слышал, и поэтому более, как обращение к мёдам, как молиться, не как за мертвецов, как таковых, а обращение к Богу, как бы, ну, за, да, этих людей, которые умерли. Ну, наверное, вот это мой будет единственный вопрос, вот сейчас пока, может быть, если у вас, в том, что я много наговорил, вы увидите, поправь меня, пожалуйста, и подкорректируйтесь, потому что я даже вопрос такой, насчет рук, все, я чисто по наитию, под водительством Бога, так вот, слава Богу, что никто не смутился, я только об этом думаю, не то, что я боюсь, что скажут, мне без разницы, мне что только не говорят о меня, мне самое главное, чтобы не горчить Бога, вот мой мотив, искренне говорю, как пред Богом, поэтому, ну, вот, как бы, на ваше мнение, потому что я очень ценю ваше мнение, и, ну, не хочу, я другим говорю, что мало сейчас людей, я не хочу вас там возвелись в рамках, все Бог усмотрит, но рожденных свыше людей, которые ведут людей к истине, мало сейчас, ну, вот это мой, как бы, резюме. Ну, все, вот, слава Господу, уже я помолчу. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Тогда я скажу несколько советов, вы можете их себе черкнуть. Один секунду. Возьмите ручку и бумагу. Один секунду. Возьмите ручку и позиция ДНГ. Все,овсе,все, на школу, бат went belts, все, готов, готов. Я прошу прощения, потому что у нас с ручками нигде стержнет. Я возьму карандаш. У меня около телефона лежит 7 карандашей и пачки бумаг, и ручки. Первое, запишите, послание Павла к Титу, 3 глава 10 стих, 9-й, 10-й, я сейчас просчитаю, Титу. Вот он как говорит, апостол Павел. Будущий самоосужден. Вы ничего им не докажете, только потеряете. Почему? Тут написано, отвращайся от него. Отвращайся, как от мерзости. То есть то, что заражает, там дохлая скотина лежит, даже мертвец лежит. И после битвы первым делом стараются зарыть мертвецов. От них идет ужасная гибель людям. И вот здесь вы рассказали им. Все, больше не встречайтесь. На встречу не идите. Вот я вам скину еще раз наши ресурсы. Как сейчас поговорим, прям тут же по скайпу. У нас там есть сайт, форум, канал YouTube и мой мир. У нас есть, мы зафиксировали. Так вот на сайте, запишите где это, на сайте. Не на форуме, не на YouTube, а на сайте. Библейский православный сайт. Записал он на сайте. Да. Там есть насчитанное. Прямо, вы видите, написано видео и звук. На главной странице. Видео и звук. Есть. Насчитана мной Библия. Ну, я в курсе, но не дошел до этого. Библия насчитана. И Иоанн Златоуст. Мы сейчас ежедневно выставляем ролики толкования Нового Завета. Каждый день выставляем под номерами. Под номерами. Мы до этого прошли Евангелие от Матфея. С толкованием Блаженного Фафилакта прочитали Откровение. Деяния апостолов нынче читаемые сегодня, перешли уже на фессалоникийцев. А потом мы вернемся к Евангелию от Марку. Будет, полагаю, что нынче мы насчитаем весь Новый Завет с полным толкованием. И не надо ничего спорить. Написано, апостол Павел говорит, церковь не имеет обычно спорить. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает истину, он возвещает ее. Вы сказали один раз, больше не встречайтесь. Это вам во вред. И когда вы будете вот это слушать, что у нас материалы дается, вы в молитвенном состоянии, помолясь, хотя бы три поклона положите и скажи, Господи, отверзи ум мой ко разумению Писания. Как понимали в первых веках святые отцы, сегодня до этого не хватает ни ума, ни спокойствия, ни совести. И сравнивать даже не приходится. Что сравнивать-то? Какие были учителя? Бог поставил их учителями. И будете считать, а теперь можно слушать. Мы считаем, и на экране текст идет, текст. Глазами может следить и звук. Теперь, когда Библию увидите, что я считаю, примерно вот в таком ритме разговариваете. Скорость уменьшить примерно в два раза, чтобы каждое слово четко произносимое легло благодатно на почву слушателя. Это второй вопрос. Второй. Говорить медленнее. Запишем. Примерно в два-два с половиной раза. Иногда достаточно бывает сказать одно предложение, и человек уже обратится. Есть такое. Так. Далее. Когда вы начнете вот слушать то, что дал я указание на нашем ютубе, каждый день мы выставляем, там написано послание к кремлянам, и какой номер, и толкование. Возьмите за правило. По одному ролику слушать каждый день. Ну, каждый векер. Да, да. Ролики, именно ролики, не только другие, а именно этот, где толкование дается. Вы будете вооружены. Сегодня вы говорите, ссылаясь на одно место, на два. А тогда вы будете знать полное толкование этих мест. Понимаю. А в этом заключается вся сила. Понимаю я или не понимаю. Одно дело знать, что у человека глаз. Другое дело знать, как его вылечить. Вы разговариваете с людьми, которые слепые и глухие. Вы правильно сказали. Они не могут воспринимать. И когда от апостола Павла уходили, геяния 28 глава, он говорит, Исаия пророк сказал, услышите ухом и не услышите. Слушать будете и глазами смотреть и не увидите. Вот в этом состоянии люди находятся. Вы должны смотреть на это, как на то место, где вам Бог дал любовь к Библии. Вы никогда этого не забывайте. Всегда говорите, Господи, я благодарю, что ты мне там это дал, но вывел меня из скопища безумствующих. И там, как у Харизмата, это объяснение стопроцентное у пейдесятников. Там от Духа Божьего ничего нету. Вот это крещают, разговаривают. В этом надо покаяться. Если языки имели четко и ясно, скажите батюшке, это третий вопрос. Обязательно в этом раскаяться, как обладание нечистым духом. Это очень трудно дастся. Сатана будет вас блокировать, не будет давать. Переборите это. Потому что в третьем веке уже языки исчезли. С третьего века их уже не было. А зачем? Когда на каждом языке тысячи проповедников идут и проповедуют. Теперь никакой нужды в этом нет. Нету. А когда говорится, языки даны для неверующих, я говорю, я-то обратился среди пейдесятников, там покаялся. Я говорю, а для каких неверующих? Ну, с улицы кто зайдет, а мы говорим на иных языках, и они обратятся. Я говорю, у вас не иные языки, они знакомые. Это разные. Иные это в день Пятидесятницы были. А теперь, кто войдет, он скажет, не беснуетесь ли вы? Вот что написано. А это для кого? Для тех, которые не верили, что их Бог принял. Потому что там были иудеи, которые считали, что они главные, и зазирали язычников. И чтобы язычники в это поверили, Бог дал им этот дар. И Петр говорит, мог ли я препятствовать креститься, когда они также приняли Духа Божия? Вот еще, для неверующих, которые получили этот дар, это неверующие. А Златоуст говорит, я верю, мне не надо никаких знамений. Мне не надо никаких чудес. Я верю, вера это высший дар. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Я должен полюбить церковь Первоапостольскую, не ту, которую сейчас дробят и поносят. Она одна. И вы правильно делаете, что это ставите в центральное место. Собираться можно везде. Есть собрание, которое Бог называет сборищем. Сборищем нечестивых еретиков. Никаких конфессий нет. Это сатана придумал. Есть церковь и есть ересь. Есть истина и есть ересь. Есть невеста Христова и есть блудница. Вот это четко знаете. И займитесь сейчас собой и своей семьей. Туда ни разу не ходите. Скажите, я вам один раз рассказал, вы не поняли. Дайте им наши ресурсы. И пусть смотрят и слушают. Я так и делаю. К этому вы ничего добавить уже нельзя. Это полнота полная. Это небольшие советы вам дать. Чтобы вас сатана не подкусил. Чтобы вы ничего не потеряли. Теперь разузнайте, как вы были крещены. С полным погружением или нет в детстве? Я у мамы хочу спросить. Я толком даже не знаю. Вот если никого нет, надо готовиться к окрещению будет. Раньше были купели. Так, вы в каком городе живете? Сейчас? Да. Минская область, город Слуцк. Я не понял. Минская область, город Слуцк, Беларусь. Понял. Слуцк. Да. Я был в Беларуси. И там в библиотеке центральной Беларуси, в Минске. Мои книги все 38 есть. Мы когда ехали с миссионерской поездкой, я везде дарил 38 своих книг. Ну вот это вот, если у вас не тяжело то, что я сказал. Два пункта тут небольших. Этого пока достаточно. Будете слушать. С ними не встречаться. И у вас на счет освобождается время. Это время. Вы себя не будете расстравливать. Они не примут ничего сейчас от вас. Вы начинаете молиться, и я буду помогать вам. В этой молитве вы главные. Вы их знаете. Мы каждый день о вас молимся. Каждый день. Каждый день. Ну мало того денег. Мы еще днем семь раз на молитву становимся. Семикратно в день. И поэтому Господь отвечает. Вы смотреть должны на прошлое с благодарением и с сожалением одновременно. Что все-таки вас Бог оставил живым. У вас есть вера во всемогущество Божие. Вы верите во Святую Троицу, что будет суд Божий. Теперь вот этот символ веры, веруя во единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, начинается веруя во единого Бога Отца. Никео Цареградский символ кредо. Заучите наизусть. От него никуда нельзя отклоняться. И кто бы что ни говорил на патриарха, не слушай. Он ответит за себя. Он законный. А ты скажи беззаконник от Дафана, Верона и Корея. Число 16 глава. Заметьте, что Каиафа сказал, говорит, лучше, чтобы один умер за всех. И дальше говорится, не сам от себя, но будучи на тот год первосвященником. Вот. И это патриарх. Он первосвященник. Эту роль исполняет. И поэтому надо быть очень осторожным. Что нужно патриарху, скажут другие. Вам сейчас не об этом. Да. Со священником хорошие отношения. Поддерживайте. И старайтесь ему все рассказывать. О чем я вам говорил. Если препятствий никаких не будет, пусть он на меня выйдет. Я ему кое-что скажу, чтобы он вам порциями выдавал. А то, что я сказал, вам это намного хватит. Не на один год. Ваше внутреннее состояние будет обновляться. И вы увидите, что сравнивать понимание Писания с тем, что дает церковь, и то, что дают еретики, сравнивать не приходится. Они как малые дети. Из пыли олябушки делают и говорят, это мы играем в столовую. Не получится? Понял. Вот. И Господь да благословит вас. Я постараюсь выставить этот ролик буквально за ночь сегодня. Ой. Обычно у меня через неделю выходит. Но я понял, это будет полезно. Вы своим там говорите, в споры не вступайте, пощадите себя. Не-не, я понимаю вас. Я стараюсь избегать. Вы будете слушать сейчас блаженного афилакта толкования. И все время делаете себе конспекты. Потом раз, открыл. А кроме того, на нашем сайте там все книги. Я знаю. Там все это есть. И Кристина в православии книга. Там именно о церкви и о священстве. Эти две темы, чтобы вы знали наизусть. Все не охватить просто. Я не успеваю просто сейчас. Да. Вы кем работаете-то? Ну, сейчас строитель, кстати, тоже как его. Хорошо. Можете с собой брать. Нет. Ну, сейчас у меня открыть. Если что-то скачать можно. Старайтесь. У меня сейчас отпуск. Отпуск. Так. Ну, все. Пока на сегодня. Благодарю. Храни вас Господь. Благодарю. Да благословит Господь. Благодарю. Спасибо. Можно. Можно.